Первый месяц мы закрыли с очень слабой выручкой Оп Это не так все просто, ребята Взять на себя ответственность в другой стране И где бы я что ни делал, всегда был результат Мы чуть не обкакались от страха Хитрец, да? Я принимаю эти вызовы, я готовлю, я считаю налоги Он такой приходит Ацетатай мачи, канапки Наверняка многие сейчас послушают, скажут А какой самоуверенный парень Приезжали люди на ламборджини Это попадает им в голову Значит здесь что-то жареное, вкусное Его надо хорошо вымазать маслом Чтоб он былистел, как попка младенца Надо наваливать Я вот был доставщик Вот сейчас я футрак открыл свой Поляк один, помню, берет такой и сразу О, кур! Друзья, всем привет! Узнаете этих ребят Это Андрей и Вероника Они уже снимались у меня в видео Рассказывали о своем переезде в Польшу Ребята открыли уже свое дело Длинное на колесах Это прицепчик Полностью уже работаете сами на себя Да, да, да И сейчас ребята поделятся и все покажут Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали А мы начинаем Дедушка прошел войну Был главным бухгалтером на заводе То есть это дебит, кредит, приход, расход, числа А бабушка всю жизнь проработала в столовой То есть это гастрономия И в общем, видимо, во мне это как-то сейчас проросло То есть считать цифры Управлять финансами И готовить людям еду Поэтому я думаю, это началось еще в детстве Потом отучился на повара Было много у меня моментов, которые были связаны с едой А уже сама идея блинницы как таковой Она пришла уже здесь, в Варшаве Мы проработали более 2,5 лет в ресторане с женой Видели все, как устроено изнутри Я много задавал вопросов хозяину Изучал, смотрел, записывал, анализировал Мы смотрели рынок, спрос, предложения Как это все устроено И заметили, что бургеры, пицца Это кебабы Это все очень пресыщено Очень много То есть очень много конкурентов А блины, они не так были развиты И на сегодняшний день эта ниша, она, я считаю, очень Она свободная Мы решили, пусть будут блины Станем в этом как бы лучшими на рынке в будущем, я надеюсь Ну и сидим мы, короче, дома И думаем, так, ну что, надо создавать пошаговые планы Действовать, надо действовать, больше действовать Хватит думать, хватит собирать информацию Надо наваливать Я создаю пошаговый план, то есть настоящий пошаговый план У меня есть даже до сих пор дома То есть вот что конкретно я должен сделать Первое, что второе, что между этими шагами Какие микрозадачи, бакрозадачи То есть я прям прописываю и начинаем действовать Первое, мы регистрируем фирму Мы находим юриста, который обслуживал нас в фундации бесплатно Но за регистрацию он взял у нас 800 злотых Регистрируем фирму мы за 40 минут в интернете Через три дня нам приходит НИП То, что ваша фирма зарегистрирована Поздравляем, вы можете работать Далее у нас по плану стояла покупка блинницы И разработка меню А идея прицепа была изначально? Да, дело в том, что это самый простой, быстрый, недорогой способ начать свое дело в Польше С минимальными рисками, что немаловажно Мы покупаем блинницу и принимаемся дома разрабатывать меню То есть мы на что опираемся? На то, что мы видели в ресторане у себя, где мы работали На то, как люди, что они больше покупают, что больше любят То есть вот мы сидели, дискутировали, писали, что-то вычеркивали, записывали Закупались много раз продуктами, что-то делали, выкидывали, что-то пробовали И получилось у нас такое вот небольшое меню Дали каждому блину название в соответствии с его начинкой Например, хамспейс, это космическая шинка для мужиков Такой у нас самый популярный блинчик Блины у нас все 40 сантиметров Это около 500 грамм получается блин Это такой, ну, довольно приличный обед Можно поесть сегодня Да, у нас мужики, вот я помню первые продажи спрашивали А как выглядит, а сколько весит Я говорю, давайте вот вы все-таки рискните, купите и посмотрите Окей, платят, мы готовим И помню, брали такие поляк один, помню, берет такой и сразу О, курва, говорит Саламистер, вот мы сегодня его, кстати, будем готовить Четыре сыра, то есть это классическое, как любят пицца, да, четыре сыра Все привыкли к этому названию, мы решили Ну пусть у нас будет блин такой, четыре сыра Причем сыр мы очень хорошие Используем тунаговый, это тунчик, то есть с тунцом То есть все вот максимально приближенно к быстрому, вкусному, недорогому питанию Короче, ты готов сделать заказ, да? Да, что ты мне порекомендуешь? Давай сделаем саламистер Это наш блинчик с салями Один из наших популярных блинов, в принципе Ну, у нас, в принципе, практически все идут хорошо Но некоторые вырываются вперед Вот делаем саламистера Итак, тесто мы закупаем у компании Gofrex Это компания, которая делает заготовки То есть для вафель, для блинов Это сухой порошок, но он содержит в себе уже яйца сухие Ну все, то есть достаточно добавить воду, растительное масло и сахар соли по вкусу Но там это уже есть, но мы добавляем, чтобы блины были более такие Вкус ярко выраженным Сальца смазываем поверхность Именно прям салом? Да, очень хорошо блины отлипают К Новому году планируем подыскивать сюда работников Непосредственно, я думаю, чтобы это была либо семейная пара, либо мальчик и девочка Возможно, именно вы будете здесь работать Естественно, мы предложим вам хорошую достойную заработную плату Хорошие условия труда Почему к Новому году? Потому что мы хотим отточить все процессы Наладить вот именно операционные процессы, связанные с отпуском клиентов То есть довести их до автоматизма Чтобы потом, нанимая людей, качественно им это передать Чтобы они знали, что делать, как поступать в экстренных ситуациях Как обслуживать блинницу, как работать с клиентами Поиск места, поиск футрака, заключение договора Все мы это делаем в процессе, изучаем коммуникации с сервисами Потому что у нас есть доставка Здесь мы потом внутри все покажем Кстати, интересная история, как мы нашли прицеп В то время, когда мы его начали искать И начали звонить в фирмы, которые занимаются на прокат Да, дают аренды Все мне, все фирмы, как один говорили, поздно Все разобрали, поздно, начало сезона Вы опоздали, вы опоздали Я всех, вот кого мог, обзвонил Все, все, нет прицепов А это сезонная тема развита? Получается, да Некоторые открываются на постоянно То есть у нас, как бы, мы планируем здесь постоянно стоять Большинство людей, они берут на сезон Мы попали в такой момент Это был, по-моему, какой месяц? Март А фирма открыта Уже шаг сделан То есть нужно уже действовать Уже назад пути нету И выходим из бедренки как-то И видим объявление Через пару дней Буквально недалеко от нашего дома Пройдет Аллилуйя Фестиваль фудтраков И я думаю, вау, надо пойти туда Поговорить с каждым Взять контакты Может быть, мы найдем для себя фудтрак Вот мы так пошли Нам дали контакты Группа в фейсбуке Мы зашли туда И вот как-то вот мы вышли на человека в лодзе У которого было три штучки вот таких фудтраков Я поехал в лодз Хлопнули по рукам Заключили договор И я уехал в Варшаву И через полтора месяца Я уже забрал сам прицеп Цена получается 1740 в месяц Это годовая Усредненная Потому что в определенный сезон Есть по договору У нас завышенная цена А в пять месяцев В году заниженная Но я вам говорю просто сразу Усредненная Три с половиной По-моему на два метра Кстати, вот для тех, кто может быть хочет в своей жизни открыть прицеп Вот эта вещь обязательная Без вот эти опоры Они не дают такой устойчивости Чтобы уверенно там ходить Готовить То есть прицеп все-таки Но он немножко ездит, шатается Идеально вообще колеса снять Снять колеса, снять вот эти И полностью подставить их на опоры Вот такие Также по условию договора Нам нельзя было оставлять дышло Вот здесь была такая треугольная штука Такая, за которую надо цеплять и вести его Это здоровенное с домкратом С таким устройством Сразу, когда мы приехали в лодь И не было капа Не было окна вот этого вот Хозяин не захотел сразу ставить окно Но за те деньги я сказал, что это невозможно Потому что рыночная стоимость Которую вы предлагаете Она подразумевает Выпосажение сразу для работы Я не должен ничего со своего кармана И он согласился То есть он за 6 тысяч поставил окно Вот это вот Оно нам необходимо Без него невозможно работать Сама вот эта вот крышка, она была Но когда нету стекла И невозможно вот зимой, допустим Или там, я не знаю Вот представьте, вот нету Ни рекламы не повесить Все открыто Ну это не... Должна быть какая-то гастроэтика В том смысле, что мы же не open kitchen То есть мы не McDonald's, где люди могут Мы не сеть Мы такая приватная маленькая компания Вот это он тоже поставил Это акап, вытяжка Не помню, сколько он отдал денег Но немало Кстати, хотел сказать про установку Фудтрака Очень много денег ушло И на самом деле Вот вы задумаетесь Какие там деньги В смысле установка Ну вот реально Электрик Провода Вот этот провод я покупал 350 злотых Вот провод Да Установка 200 злотых Электрик Вот должен прийти Там все подключить Как бы, да Здесь у нас идет отдельный вход Запломбированный И у нас отдельный счетчик стоит Вот здесь У нас щиток свой тут И там каждый месяц снимать чуть То есть мы видим Сколько конкретно мы Потребляем электроэнергии За полный месяц У нас вышло 100 злотых За электричество Дело в том, что у нас Энергопотребление низкое То есть у нас в основном Блинница Два холодильника Это очень мало Первая блиница, которую мы купили Была польского производителя И нам пришлось ее вернуть Назад в магазин К сожалению Те, кто разрабатывал эти блиницы Они, видимо, не готовили блины И совершенно не понимали, что делали Нагревательные элементы Были расположены неправильно То есть вот в этой части Их не было Они были отсюда И вот так вот То есть нагревалась Только вот эта сторона Блины вот здесь пригорали Постоянно Я не знал, что делать Я уже что только с ней не пробовал Прилипают блины и все Поэтому мы решили ее вернуть назад в магазин И купили в два раза дороже Французского производителя Роллеры гриль Красавица Она все четко нагревается Хорошая производительность 3600 ватт 300 с чем-то температура Ну, класс Вот эта блиница классная Она у нас не включена целый день Мы ее включаем на ходу Периодически, когда есть клиенты 8 минут нагрев Но мы уже начинаем жарить После 4 минут Если блиница нагретая А это чаще всего Она у нас нагретая То в среднем 3-4 минуты на блинчик Мы на четверочке жарим Это где-то, по-моему, около 160 градусов Как только гаснет лампочка Вот эта Это значит, что блиница достигла этой температуры И можно жарить Можно, в принципе, лезть Оп Нужно быстренько взять валик Водичкой его вот так сдобрить И раскатываем тесто Далее я беру масло И немножко смазываем маслом Сам блинчик Потому что, когда мы его перевернем Чтобы он был такой румяненький Сливочный масло Да, да, да И смотрим Переворачиваем Когда вот он уже будет Еще буквально сейчас секунд 10 И можно переворачивать Опа Берем сыр Сыпем прямо на ходу На блинице Все вот как лайфстайл Такое Берем колбаску Колбаска очень хорошая Вкусная Салями Свежая Такая прям, ну, пепперони Сырок этот вот подтаивает Ой Сверху салатик Кукурузку Ну, так вот Хоп Хоп Четыре ложечки Прям соус вот мы льем вот так Вот такая красота Закрываем блинчик Прихлопываем здесь аккуратненько Вот так Здесь вот так вот делаем Раз Берем маслица И обильно, обильно смазываем Почему обильно? Потому что, во-первых, вкусно реально Да, это, ну, действительно То есть запах Сливочный этот запах Плюс Я вам хочу сказать Вот Это же не секрет Люди, когда открывают коробку с блином И он блестит от масла Они как сороки Им нравится все блестящее Не только вкусно, но это еще и для глаз приятно Его надо хорошо вымазать маслом Чтобы он былистел, как попка младенца просто Потому что, когда мы разрабатывали меню Мы заказывали доставку в нескольких блиницах Чтобы посмотреть, как конкуренты пакуют И как они делают И мы заметили, что они так не делают Это ошибка Нам не понравилось То есть блины приезжали какие-то, ну, убогие Какие-то все не смазанные Некрасивые То есть, да, они были вкусные Но вид у них был ужасный Мы эту проблему решили Все это дело закрываем И, в принципе, вот так отправляется клиенту Приятного аппетита Место тоже мы нашли очень уникально Потому что, когда я искал место Я объездил всю Ну, практически всю Варшаву И тоже вот негде стать Просто, ну, некуда всунуться Ну, вот некуда И вдруг вот мы едем по своим делам сюда В торговый центр Здесь был кебаб Стоял кебаб Вдруг мы видим телефон администрации Мы думаем, дай-ка мы позвоним Спросим, а нет ли тут свободного места для нас? Я звоню, а мне говорят А вы знаете, у нас кебаб скоро съезжает И вы можете стать на его место Я думаю, вау, вот это везуха Как это так? Я не задумался, почему кебаб съезжает? Сейчас расскажу Мы разговариваем Пытаемся понять причину Нам сразу не говорят Но потом мы узнаем Что оказывается К сожалению Хозяин кебаба Умер прямо в своем футраке От приступа сердца Но такая вот печальная история Прямо накануне И жена не захотела продолжать дело По этой причине Кебаб Съезжал Но Объявление о том Что сюда ищут нового Никто не давал Просто я сам так попал Что я позвонил и предложил Меня попросили фотографии футрака Выслать на одобрение Ну и соответственно Сказали, что да Мы находимся в Варшаве Район Зомбки Смотрите Я проясню На самом деле Зомбки это город Вот он недалеко Это маленький город Ну вот это такой малюсенький Но все, кто живут в Варшаве Все знают Зомбки как район И чаще всего люди вводят Улицы Радзаминска 303 Варшава Они не понимают, что это относится к Зомбкам И часто не могут найти это место Это в принципе Варшава Отсюда до центра Ну я не знаю 15 минут на автобусе До старого места Огромная плацовка Здесь Икея А там дальше Лерой, Мерлин Юля Все это на одной площади Также здесь огромный центр торговый Ашан То есть И все это принадлежит Внимание Одному человеку И если я не ошибаюсь Он швед Когда-то в 90-х Он выкупил эту землю То есть это приватная И управляющая фирма Называется Метропропертиес То есть М1 С ними ты уже подписывал Да, и с ними я заключил договор Место здесь стоит 2,460 60 брутто Немало Но так как у нас не было вариантов Мы решили Что надо начинать С этого места А дальше посмотрим Если что Мы на колесах Все продукты Которые мы отбирали Для своих блинов Для своего меню Мы их изначально пробовали Дело в том Что когда мы разрабатывали Это меню Мы очень много выкинули продуктов Очень много выкинули блинов Потому что ну ясно Ты допустим Сам должен научиться Раскатывать блин Начинку положить Попробовать Как оно сочетается По вкусу То есть обязательно Должно было быть вкусно Поэтому если вы заказываете У нас блин Будьте уверены Что там не есть Какая-то самая Дешманская И невкусная еда Она может быть Да, по цене Очень дешевой Но по качеству Мы абсолютно каждый продукт Перепробовали Чтоб он именно подходил По качеству Кстати еще Хочу сказать Что когда мы только Открылись первый день И к нам пришли первые клиенты Мы чуть не обкакались От страха Делая эти блины Руками дрожащими То есть это было На самом деле Это не так все просто Ребята Взять на себя Ответственность В другой стране Открыть фирму Разработать меню И выйти вот так вот К людям Взять на себя Ответственность Санэпид пройти Вот так вот Выйти к людям И отпускать клиентов Это Самый такой интересный момент Был Когда вот у нас Уже дома Блинница стояла Мы уже размешали тесто Потому что Это несложно Размешать тесто И когда мы начали Уже выливать На блинницу Это тесто И его раскатывать Я сказала Нет Говорю Это очень тяжело То есть Я этим заниматься Вообще не буду То есть Было так И только Как всегда Мужа упорство Настойчивость Как я в любом деле В нашей семье Победила В общем И сейчас Мы уже здесь Да Есть такое Старушка Настойчивость Неотступность И упорство Максимально Вот такая жесткость Потому что Если мы будем Постоянно обращать внимание На внешние Какие-то факторы На какое-то мнение Со стороны Ну мы себя Никогда не найдем Мы не реализуемся Тогда Я на своем месте Я гастроном Вот я делаю блинчики Я приезжаю на работу Сюда Я не ною Мне счастье Я принимаю эти вызовы Я готовлю Я считаю налоги Считаю зарплаты Со всеми Звоню Перезваниваюсь Это мой Это подходит Моему психотипу Понимаете То есть Каждый человек Должен почувствовать Где он может стать лучшим Вот Виталика Я считаю Одним из лучших А может быть Даже лучшим Обозревателем Польским Польских историй Да Польских историй На самом деле Мне очень нравится Вот такой спокойный стиль Вот этот лайфстайл И очень такой Да просто скажи Что тебе Спасибо Я его смотрю У меня А мой характер Бурлит Ну давай Ну закричи Ну сделай импульсивно Здесь что-то Да Он меня успокаивает Балансирует Поэтому да Сочетается со спокойными людьми Ну классно Спасибо Интересный момент То что сейчас Нашим полноценным руководителем Являются наши клиенты Они нами руководят Они говорят Ну то есть Не в прямом смысле слова Но Они своими действиями Своим Отношением к продукту Или не отношением То есть Они же голосуют рублем И соответственно Они нами руководят Сейчас Почему Потому что Первый месяц Мы закрыли С очень слабой выручкой Прям очень слабо Это 11 с половиной тысяч злотых Сейчас Июль Идет Да Июль Сейчас Наши выручки выросли Ну чуть Ну чуть ли не в два раза Да Почему Вот у нас было название Здесь Если видно Да Личники запеканки Сейчас Да Но было Блинвинерс Плюс у нас не было запеканок То есть Не было запеканок Меню Без картинок С англоязычными Непонятными названиями И Название Блинвинерс Люди просто Не понимали Они просто Не понимали Сюда приезжают Рабочие Обычные люди На строители Там какие-то женщины А по-польски Блин есть вообще такое? Нет Это славянское слово Блинвинерс Дословно звучит Как победители блинов И вот эти вот Две ошибки Мы исправляем И кассы сразу Поднимаются У нас просто Ну чуть ли не в два раза Мы добавляем запеканки Меняем название Просто меняем на польс И все И все Полетело Да Как было Клиент приходит В июне Он такой приходит И пошел дальше То есть 50% людей Просто не понимало И уходило Все все Теперь понимают И становятся Нашими клиентами Потому что Они понимают Что это Блины и запеканки То есть Блины подороже Запеканки подешевле Из питья Мы заключили договор С компанией Кока-кола Ну точнее Не прямо с ней А с официальным Представителем Они нам дали Бесплатный холодильник А у нас Обязательство На 200 Сколько-то там Сколько-то 200 с чем-то Злотых В месяц Покупать напитков Это абсолютно Да-да Это абсолютно Нам подходит То есть У них Большой выбор Напитков Это и вода И сок И кока-кола И лайт И зеро И фанта И там и алкогольные Напитки есть То есть Много всего есть Но мы выбрали для себя Что нам нужно Пушки Колот Зерок Обычная Водичка Газованная Негазованный И сок Пока нам этого достаточно Это то, что Наиболее популярным Было там В ресторане Где мы работали В фастфуде Мы решили просто Повторить Немаловажным моментом Оказалась визуализация Так как машины Едут оттуда Вот с кольца И заезжают все сюда Немаловажным Оказался этот элемент То есть Вот эти два изображения Я купил на стоках За деньги Они очень хорошего качества Просто Ну Высочайшего То есть Блинчик Который примерно Похоже на то Что мы делаем Да И запеканочка И это немаловажная часть Когда люди Оттуда едут Сразу Это попадает им в голову Значит здесь Что-то жареное Вкусное И здесь можно покушать Вот и все То есть Вот такой вот элемент Он усилил Усилил Клиентский трафик На предмет Подготовки Когда человек Вот он думает Так Сейчас я заскочу За строительными Какими-то смесями Я что-то есть хочу О Здесь что-то жареное Я разберусь И он уже подходит Сюда Здесь он видит Что здесь запеканка Здесь уже вопросов нет Здесь очень все понятно Да Соус Все Вот Меню Здесь Картинок нету Но он уже видел И читает Что это просто Блины и запеканки Значит Просто Это просто блины И здесь надо разобраться Ага Вот это блин Вот такой-то состав И все И соответственно Мы имеем клиента А вследствие бабки Все сочненько Кукурузка С сольями Жирненько Все, кто пробовали наши блины Становятся нашими Постоянными клиентами Я без шуток Абсолютно серьезно Приезжали люди На Ламборджини Часто к нам приходит Такой средний класс Владельцы бизнеса К нам приходят Наши земляки приходят Мы со многими Познакомились здесь Разные люди Это владельцы Транспортных компаний Владельцы массажных салонов Класс Общаешься с предпринимателями Супер Все заряженные Позитивные Все готовы меняться Делиться контактами Делиться опытом Где? Прямо здесь? Да, прям приходят Прямо здесь? Да, вот сюда приходят Говорят Мы видели вас в фейсбуке Я уже просто всех не вспомню Их было достаточно И все Очень открытые Добрые Ну Топ Когда мы только начали Мы завели Инстаграм И фейсбук И интересно то, что Мы стали снимать И показывать Как мы готовим наши блины Открыто То есть не боясь Абсолютно Вот было видео На таймлапсе Да, ускоренное Где жена готовит Блинчик с рыбой Мы его выложили И фейсбук показал нас Именно вот здесь В округе То есть территориально Это зомбки И вот марки И Варшава Показал нас На 320 тысяч просмотров Бесплатно Да, бесплатно Просто потому Что людям понравилось Видео Скрипты Скайти Алгоритмы Сработали Да И фейсбук Просто начал Вот так показывать Видео за лифон Типа так Да, да, да И у нас был период Когда Ну минимум Полторы На может и две недели Каждый день Приходили люди И говорили Ой, а мы с фейсбука Мы видели ваше видео Вот говорили фразу Мы с фейсбука Мы видели ваше видео А дайте нам попробовать Наши блины И заказывали по два Потреблина Это были реальный кэш Реальные клиенты Мы поняли Что этот инструмент Рабочий Что он работает Потом мы завели Тикток А мы просто показываем Как мы делаем Запеканки и блины Красота Солянки Да, все внутри растаяло Сырочек Колбаска Не горячая? Не Я знаю Хитрец Вес у него примерно 500 грамм Полкило Кассу на раты взял Терминал плотничий То есть его вообще Купить нельзя Его можно заказать И тебе бесплатно Его присылают Единственное Что они Эта фирма Берет чинж После пяти месяцев О, видите Вот как приходят заказы Вот сейчас пришел Uber Вот смотрите Может быть мы Кстати с вами Сейчас приготовим И поедем Это сервисы доставки Кстати пару слов скажу 4-5 сервисов доставки У нас Пышный Uber Glovo И Bolt Также еще есть у нас Доставка Зьем и ЦО Она установлена Вот тут вот на телефоне Плохо видно Вот здесь То есть сервис Дает нам клиентов Это клиентский трафик Вот за это Они берут провизию Раз в неделю Они рассчитывают На почту Присылают фактуру Сколько было заказов Какую провизию Они взяли Остальное перечисляют На наш фирменный Банковский счет Ну вот доставочка Поедем Отправим У нас уже много Постоянных клиентов Наверное человек Может быть 7-8 Есть чувак Вот тут вот Он уже раз 10 Заказывал у нас Причем его не пугают Ни цены Он говорит Что мы лучшие Варшавец Его слов Чтобы запустить Фудтрак И начать Вот эту деятельность Полностью У нас ушло Где-то около 17 тысяч злотых То есть это небольшие Абсолютно деньги Для людей Которые хотят Начать бизнес Но думают Что это какая-то Непосильная ноша Нет Это вполне реально Особенно в гастрономии Расходы в месяц Чтобы выходить В какие-то нули Примерно около 6 тысяч Приблизительно Но это не учитывая Еще Продукты Закупки Плюс еще Есть провизия С сервисов Тоже Вот Ну то есть Июль мы закрыли В минус Сразу говорю В минус Но июль Да Но июль Уже Я уже вижу Сейчас По По Цифре на счету Потому что Мы уже Заплатили За все аренды За все Мы уже выплатили Все И мы уже сейчас Я думаю Что мы получим Какую-то зарплату То есть себе Я имею в виду Выплатим Вот Не могу точно сказать Какую Ну где-то Наверное Что-то около Может быть Четырех тысяч Ну что-то такое Если работать На кого-то То это Смешные деньги Да Но если Ты работаешь На себя И в этом Есть перспектива То это Огромное преимущество Потому что В следующем году Я планирую Открыть еще Как минимум Несколько точек Вот И получать С них доход Наверняка Многие сейчас Послушают Скажут Какой самоуверенный Парень Слушайте Ребят Ну это я Ну я так Вот я такой И что дальше Ну я так вижу Я хочу Если мне кирпич Говорю Что я занимался Производством Продажами Что я Реализовал Много успешных Проектов Я организовывал Концерты Успешно То есть я Пробовал себя В разных направлениях И где бы я Что ни делал Всегда был Результат Но люди Это пропустили И захейтили Ой Зачем нам Советы Простого Доставщика Ребят Ну у меня Так сейчас Жизнь такая Да Там я вот Был доставщик Вот сейчас Я футрак Открыл свой Вот эту машину Я купил Благодаря Деятельности В тик токе Когда была пандемия Жена осталась Без работы Я работал Только один И чтобы Как-то Попробовать Себя реализовать И может быть Что-то заработать Мы создали Тик ток аккаунт Анти китчен То есть Мы оперировали Продукты питания Делали Операции На них Такие смешные Мы стали Очень популярны Нас посмотрели Все дети Польши Все 63% Польской аудитории В первые Две недели Мы набрали 340 тысяч Подписчиков Польских Подписчиков И более 50 По-моему Миллионов Просмотров Это буквально За первых Там 15 дней За полгода Мы сколотили Аудиторию В полтора миллиона Подписчиков Суммарно Превысили 200 миллионов Просмотров Но так как Тик ток в Польше Был не монетизируемый Амбассадорство Которое я Предлагал Через Созданное Коммерческое Предложение Большим Крупным Компаниям Оно не Сработало Им это было Просто Неинтересно Я еще Три месяца Поснимал Этот контент И потом Просто понял Ну нет Это Я не могу Взрослый человек Мне 37 лет Ну что мы Вот Ерундой Маемся Денег Это не приносит Поэтому Я выставил Этот аккаунт На продажу В тех группах Где Это происходит Нашел Такие группы В фейсбуке Да Где продают Аккаунты Тик ток Но так же Я нашел Крупные Американские Медиа Потому что У меня 16% Аудитории Было С США А в США Тик ток Монетизируется А следовательно Там На эти аккаунты Спрос Будет больше Я написал В эти Несколько Крупных Медиа В 6 По-моему И один Из них Откликнулся И мы С ним Договорились О цене Я не буду говорить Не хочу Какая цена Нормальные Хорошие деньги Мне понравились И я продал ему Ключи от царства Ну то есть Пароль отдал И все И вот я С нее Вот там С части Купил Автомобиль Соответственно Дальше продолжил Свой предпринимательский Путь Стоимость доставки Выставляем мы Сами То есть Мы Каждый раз Ее можем поменять В личном кабинете Сейчас доставка 10 злотых Она насчитывается При заказе То есть Человек в приложении Оплачивает Да Оплачивает И ему система считает Например На пышном Мы установили Сами Что Повыше 80 злотых Очень лично Злотых Доставка От нас Бесплатна В Uber Мы тоже Это можем Сделать Но нам Выгодно Чтобы она Все-таки Была платная Сам открыл Фирму Сам Приготовил Блин Сам Доставил Сам Снял Тик-ток Да Вот так Вот нужно Понять Процессы Прежде чем Трудоустроить Человека И Объяснить Ему Что делать А можно Еще про хейтеров Скажу Позитивно Ребята Если у вас Захочет подняться Левая рука Или правая рука На это видео И похейтить Можете делать Это легко Потому что Я к хейту Отношусь Легко Меня это Только Заряжает Поэтому Лучше Не тратьте Свою энергию Потратьте Ее на что-то Доброе Позитивное И Прежде чем Захейтить Нас Подумайте Глобально Какой путь Мы прошли Что мы сделали Ведь Это Не есть Что-то такое Сверхъестественное Понимаете Это просто Жизнь Это наша Жизнь И мы просто Показываем Как мы живем В этом Абсолютно Нет ничего Плохого А то что К нам приехал Виталик И захотел Это снять Да это еще Просто лайк Да Поставьте лайк Подпишитесь на канал Поставьте комментарий От этого Всем будет прекрасно Вот например Не так давно Благодаря каналу Виталику Мне написал человек Не буду говорить Его имя Но он предприниматель И он захотел Со мной встретиться И мы планируем Сейчас встречу И возможно У нас Появится какая-то Синергия И возможно Мы С ним И вместе Сделаем какой-то проект Я имею ввиду Вот как В рамках нашего Вот этого Гастрономического Движения Ребята Это действительно Очень вкусно Всех приглашаю Сюда Кто живет В Варшаве Приезжайте Познакомиться С ребятами И попробовать Их еду И вообще Знак благодарности Просто поддержать За это видео Купить у них что-то Я уверен Что вы не останетесь Равнодушными Подписывайтесь На канал Ставьте лайки До новых встреч Пока